Ребята, всем привет! Меня многие спрашивают о понтусе, как он звучит на самом деле и так далее. Знаете, многие отмечают, что вот ты купил его, а обзоров нет. И я действительно подумал, действительно, я про понтус не делал обзор, и некоторые считают, что раз не делал, значит, ну, наверное, какие-то причины были. Нет, просто если вкратце, то он настолько потрясающий, что у меня грышу от него снесло, что у меня даже слов нет. Я, честно говоря, не знаю, что даже сказать про этот аппарат, он прекрасен. Это, наверное, самый такой лучший звук, который я только слышал у себя дома. Вот, безусловно, на выставках мне включали аппараты и за миллион, и за более. Лучше они, не лучше. Это, знаете, это вопрос спорный. Это только если бы эти два аппарата стояли у меня вот здесь на полочке, и я начал сравнивать, тогда можно было прийти к выводу. А если вот так вот формально, то с первой секунды, когда я включил этот пунктус, я, ну, я просто офигел. В общем-то, и все без вариантов. Он и балансный, он и мультибитый, он и R2R вот эта лестница, он DSD. Кстати, многие вот дешевые аппараты по каксиалу DSD не передают, а этот до 5600, по-моему, герц, он меня херачит по тому же каксиалу, и он это все всасывает и играет. Ну, выше, по-моему, не играет. То есть вот у меня бывали такие ЦАПы, например, SMCL DL200, он умудрялся, благодаря SMOS 300, он умудрялся играть 2800 герц, хотя вроде теоретически по каксиалу, ну, это практически невозможно. Здесь 5600 фигачит, то есть доходит. Ну, выше там 11 килогерц или мегагерц, не килогерц, а мегагерц, ну, нет, как сиал не несет. Но это говорит о том, что здесь настолько крутой транспорт. Ну, это у меня Dinafrips Pontus 2-1, так называется, в честь 12-летия компания Dinafrips. Звучит вообще потрясающе. Вот я его сравнивал с Dinafrips Aris. Dinafrips Aris против него тупо мутный, нет сцены, все плоско. Хотя вот когда вы... Ну, Dinafrips Aris стоит где-то 80-100 тысяч, примерно, на рынке. И когда вы его включаете, вы там офигеваете, как он натуральный, прикольный и так далее. Детальный, он суперпрозрачный. Ага, вы с Pontus сравните, блин, там вообще небо и земля. Вот. Pontus, он прям в космосе, абсолютно. Короче, есть ли у Pontus минусы? Да. Я не знаю, какой придурок придумал, что надо ЦАП располагать на трех ножках. Это просто пиздец. Вот я хочу воткнуть что-то, я, соответственно, ну, мне неудобно, и я нагнулся, и я беру за край, и он такой хренак, вот так вот. Или вот так. Понимаете? Ну, это идиотизм. Блин, ну, должно быть четыре ноги, ну, не три ноги, ну, на хрена три ноги. Это неудобно. Я периодически, у меня вот бум-бум, бум-бум, вот так вот, если переключаешь, и это бесит. А больше нет минусов. Он самый лучший в мире, вообще у них есть венус выше него. Знаете, чем он выше венус? А там же R2R-матрица, она специализируется на чем, да? На качестве резисторов. Да, здесь вентильная матрица, которая уточняет все эти дела, еще лучше становится, и они до 24 бита достигают значений. Но, а если будет деталь еще лучше, то будет еще лучше. И вот венус имеет резисторы еще более высокого качества, сильно более высокого качества. Поэтому, конечно же, безусловно, я прям не сомневаюсь, что венус еще лучше. Я, правда, не могу представить, даже вообразить вот в своей фантазии, чем будет венус лучше. Ну, если детали лучше, ну, наверняка лучше. А есть еще терминатор, который там вообще где-то в космосе, но он дороговатый. Вот. Да и венус. И еще, знаете, показательно, когда я хотел купить понтус, я такой, я, знаете, я не, не, а, как сказать, не такой уж прям, у меня только новое. Был бы понтус бэушный, их, кстати, достаточно много уже продано, я бы купил бэушный. Нифига. Понтус, венус, не вообще заходишь, ну, нету ни понтусов, ни венусов. Никто не собирается их продавать. Потому что, понимаете, когда вещь офигенная, об этом вообще мысли нет. Ой, какая она офигенная. Вот. Поэтому крутые вещи, они крутые. Да, венус наверняка лучше, а терминатор наверняка еще лучше. Если что-то терминатор там, терминатор терминатора, да? Вот. Ну, он, конечно, еще лучше. Но уже то, что он там превосходит все, что только можно придумать в Дельта Сигме, классно, а вы скажете, ну, как же, блин, какой-то там мультибит превзошел, Дельта Сигму. Мультибит не превзошел Дельта Сигму. Мультибит в свое время уперся в свою технологию, и все. Там уже докатились до того, что сидели физические люди, и через микроскопы подрезали резисторы, чтобы добиться большей точности. Ну, это вообще маразм уже. Ну, и цена, соответственно, дикая была. До 80 долларов за P7704. Но потом появились вот эти вот процессоры перепрограммированные, вентильная матрица, новая технология. Новая технология. Понимаете, мультибит-мультибит, да, это, скажем, знаете, это сын мультибита. Вот R2R, вот эта матрица, это сын мультибита. Это не мультибит, это его последователь. Знаете, как вот вы возьмете человека там 16 века и современного человека, и давайте поговорим про физику, да, ну, и представляете диалог. Это примерно то же самое будет. Вот, поэтому, да, с одной стороны, эта технология та же самая вроде бы мультибит, но она уже R2R-лестничка с вентильной матрицей. Это вообще другое. Это совершенно новые технологии, очень такие ресурсоемкие. Это дорогие технологии. И да, это следующее поколение, да, следующее поколение, по сути, мультибита превзошло Дельта Сигму. Я не исключаю, что следующее поколение Дельта Сигмы превзойдет мультибит, ну, вот эту R2R современную. Но пока до этого далеко, поэтому когда спрашивают, а что же лучше в мире, да, сегодня? Ну, лучше в мире это R2R на вентильной матрице, современные вот эти аппараты. Лучше, они превзошли Дельта Сигму, они, да, лучше, но они стоят не 3 копейки. Они офигеть, как дорого стоят. Вот, ну, вот этот вот аппарат стоит 160, сейчас с налогом 180 тысяч. И это не лучший. Там лучший Венус, лучший Терминатор. И это только у одной компании. Есть же другие компании, которые тоже там что-то похожее делают. Там Хорд делает, а Хорд, вот эта компания, да, ну и так далее, в общем-то. То есть, ну, из разных мы берем. Поэтому это такая вот вещь просто, если банальный вопрос, что лучше и денег дофига, то это лучше. Это будет сильно лучше звучать. Особенно лучше это звучит, потому что оно сохраняет все вот эти модуляции, возможно, и гармонические, которые позволяют раскрыть лампы. А транзистор захерит все это. Транзистор будет очень точный, очень формально офигенный, знаете, стерильно точный. Или, знаете, вот как сравнить человек с роботом. Вот идет робот, да, такой, и идет человек. Теоретически они оба идут. И это то, что вот сравнивают. Вот кони там всякую фигню вот эту. Да, они оба идут. Один вот так идет, один вот живой, да. И также сравнивают с лампой. И говорят, ну, робот более точно идет. У него прям выверенный шаг, там, миллиметр в миллиметр. А человек, ну, какая-то фигня. Ну, когда вы смотрите, это идет человек, а это какая-то фигня. Ну, робот, да, на самом деле-то. То есть, понимаете, здесь логия перевернута с ног на голову. И кто утверждает, что это так, ну, это дебилизм. Надо просто послушать эти технологии. Вот, и поэтому, да, у меня есть аппарат за 10 тысяч долларов. Вот внизу стоит, ну, миллион рублей, да. Есть аппарат, вот, ламповый. 90-170 тысяч, да. И я предпочитаю слушать его. Не просто же так, да. Если формально исходить, то формально здесь у нас будет данный аппарат транзисторный, он будет превосходить. Он будет по книге, по прочим вариантам, по детализации, по прозрачность, там, по каким-то микродинамическим моментам. Но если мы начнем оценивать вариации, знаете, верю в звук, что это живое, и не верю, то нет. Вот это живое, а это, я скажу, не верю. Вот и все. И вы скажете, ой, ну, наверное, такой аппарат. Не, не, наверное, такой аппарат. Любые аппараты. За миллион, за два, за три притащите транзистора. То же самое скажу. Никакой разницы нет. Просто разница в чем. Разные компании, они по-разному платят своим рабочим, и поэтому они разные ценовые диапазоны ставят для своих аппаратов. А не то, что они там лучше или хуже. В Европе они дороже, в Америке они еще дороже. Это просто стоимость труда этих рабочих. А в Китае они дешевле. Не от того, что эти аппараты хуже, а от того, что там работа вот эта, она стоит дешевле. И поэтому мы и получаем. Один к пяти, один к трем соотношение. То есть сто. Хочу Европу или США. Ну, Европу это надо 300, США надо 500. Будет то же самое. Пожалуйста, покупайте. Никто не против. А какие там лампы будут ставить? Да примерно то же самое будет ставить. Или вы думаете, что в американских аппаратах стоят не китайские лампы? Или не русские лампы? Китайские, русские. В редких случаях будет именно General Electric стоять. Но и в китайский аппарат никто вам не мешает пойти и купить General Electric, хотя он не лучший на рынке сегодня. не лучший. В общем-то. Ну, друзья, на этом я завершаю. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова